Друзья, всем привет! Давай пожаловать к нам на канал. В последнее время я часто получаю вопросы о переезде в США и о том, сколько мы тратим в неделю на продукты. Раньше, до инфляции, у нас бюджет это был 100-150 долларов, может быть 175. Это зависимости, если у девочек каникулы, если все мы дома, то, естественно, кушаем больше, продуктов больше тратится. Или у нас какие-то гости, какие-то вечеринки, или собираемся все вместе, то в зависимости от этого я уже как бы и откладываю свой бюджет. Но если, к примеру, у нас ничего не происходит, нет каникул девочки в школе, обычно где-то у нас был бюджет 100-150 долларов, я старалась не превышать его в неделю. Но сейчас, как вы знаете, после инфляции, после этого вируса, цены очень поднялись. Не все из магазина, хотя у нас очень многое есть. А возле нашего дома очень много магазинов, так что у меня нет проблем что-то найти. Что-то я заказываю по интернету в одном магазине, как витамины или шампуни. Иногда это покупаю в магазине, если не хочу в онлайн-магазине заказать. Но с инфляцией сейчас, естественно, цены поднялись, и бюджет у нас, те же продукты покупаем, бюджет стал выше. Теперь, наверное, у нас 200-250 долларов в неделю. Я счет, конечно, не веду, но стараюсь тоже быть в такой вот сумме, ну 200-250 долларов. И я закупаюсь в разных магазинах, иногда мне не хочется ехать в Костка или в бюджейс, и я хожу в магазины, которые рядом с домом. То есть все зависит от настроения, но те или иные продукты мне по-любому нужно купить. Так что сегодня я вам покажу, я только что съездила вал дислексии. Я там ничего не снимала, потому что времени у меня было мало. Мне нужно было четко все купить, а когда снимаю, я отвлекаюсь и иногда забываю товар, который мне нужно купить. Так что я решила вам сейчас все показать, сказать, сколько это все стоило. И вы мне пишите в комментариях, сколько вы тратите, откуда вы смотрите нас, где живете, и какой у вас бюджет на продукты. Так что ставьте пальчики на лайк, и давайте продолжим. Ребята, некоторые мне тоже оставляют комментарии, что я делаю очень быстрые видео, иногда тороплюсь. Я не то что делаю быстро или тороплюсь, я просто не хочу никого задерживать, не хочу растягивать видео, потому что для меня это самое будет страшное, если человеку будет скучно, и видео очень будет длинное. Поэтому я всегда, я по жизни все очень быстро делаю. Так что если вы видите, что видео быстрое, так это потому что я экономлю ваше время. Так, все, на это ответила. Давайте теперь покажу. Это все продукты. Здесь у меня закупка на 250 долларов. Но, хочу сказать, но здесь получилось 250 долларов, потому что я купила еще 4 куста роз. Они были по 8 долларов. И купила 3 пачки земли. Это у меня еще забрала 50 долларов. Так бы у меня было до 200 долларов закупочка. То есть я вместилась в свой бюджет на неделю. Единственное, что я забыла купить, это я забыла картошку. Но я завтра заеду уже в другой магазин, куплю картошку. Все остальное я купила, а то, что не купила, у меня еще есть в холодильнике. Я старалась купить много овощей и фруктов, так как начинается уже теплое время года и лета. И у нас очень много всего с ферм привозят. Так что мы стараемся полезнее питаться. И хочется все-таки овощи, фрукты, ну и салатики делать. У меня салат есть дома, листья салата и шпинат. Поэтому я это не покупала. Тем, кто не знает магазин Aldi, давайте я вам все покажу. Здесь вот такая эмблема. Но я думаю, что многие знают этот магазин. Или даже если вы живете не в Америке, он в Европе тоже очень популярен. Вот такая вот брошюрка. И здесь показывается, что на распродаже на этой неделе. Вот у них манго по 79 центов каждый. Виноград по 1,99$ за полкилограмма. Ну и вот такая вот всякая разная курица, кебабы, мороженое. Я обычно никогда эти брошюрки не смотрю. А я просто хожу по магазину и смотрю, что продается в магазине. Кстати, вот эти вот туфельки сегодня я мерила за 7,99$. Но не было моего, не было вот такого вот цвета. Я хотела нейтральные, а там были оранжевые. Я их не взяла. А сапоги, кстати, очень классные. Если вы смотрели наше предыдущее видео, где мы на ферму ездили, вот они бы, Алексе, очень там пригодились. Ну и вот здесь показываются контейнеры на распродаже. Детское постельное белье, кстати, неплохое, симпатичное. Вот видите, в виде космоса и планеты даже мусорка. Или для белья это... А, да, для грязного белья в виде ракеты. Ну и давайте начнем отсюда. Я вам покажу, что я купила на эту неделю нам. Я купила замороженные овощи. Мы с Нолькой очень такие любим. Наоми и Дэвид. Лекси, они не очень такое кушают. Здесь брокколи с морковкой, с кукурузой. Мне очень нравится вот такая вот кукуруза качанная. Она отдельно нигде такая не продается. А вот называется мини-кукуруза. И еще, кстати, стручковая фасоль, перец и лук. Сюда можно добавить макароны, рис. Здесь она идет с терияки с соусом. И это азиатская еда. И написано, что даже полезно для сердца. До 4 долларов. Я помню, что она 3 с чем-то стоила. Я взяла одну пачку. Так как ее немного кушают, нам хватит ее, мне и Нольки. Взяла селандра обязательно. Здесь у нас петрушечка. Укроп не взяла, укропа не было. Взяла кокосовую воду. Начну покупать кокосовую воду для смузи. Она очень полезная. И я раньше ее пила и как-то забыла. А вот сейчас увидела. Она не дешевая. Одна вот такая вот бутылочка стоит 4 доллара. Это дороговато. Нужно найти, где ее оптом покупать. Потому что мне так будет намного выгоднее. Купила морковку 3 пачки. Это для соков. Морковка для смузи. Мини авокадо взяла. Здесь их, по-моему, 6 штучек. Мы авокадо любим делать в гуакамоле или на тост утром с яйцом. Очень вкусно. Огурчики для салатика. Или просто так резать девочкам в школу. Разноцветные помидорки. Они тоже очень вкусные. Маленькие. Удобно. Удобно их в салат. Я пополам режу и в салатик накладываю. Взяла, по-моему, 3 килограмма яблок. Здесь в каждом по 3 паунда килограмм 36 грамм. Давайте будем считать почти по 1,5 килограмма. Клубничка. Маленькую пачечку взяла. Манго. Здесь еще одна у меня где-то есть. В общем, 2 манго для Нуэльки. Она очень любит в школу его. Вообще очень любит манго кушать. Сельдерей органический. Три пачки. Тоже будем в соке готовить. И очень удобно с одним соусом. К крылышкам я подаю. Дэвид очень любит. Так, из такого я купила сухой шампунь. Девочкам иногда, когда голова не очень чистая. И шампунь типа Head & Shoulders. Там была их марка Aldi, наверное. В общем, намного он дешевле был. Я решила его взять. Посмотреть, в принципе. У них одни и те же ингредиенты. Бриоши такие купила. Булочки. Это для хот-догов. Они, кстати, очень вкусные. Очень напоминают европейские калачики. В детстве у нас были очень вкусные. И мы их делаем как тосты. Запекаем. И с маслом с вареньем. Очень вкусно. А много зерновой хлеб купила. Органический. С семечками. Кстати, хлеб здесь очень дорогой в Америке. Почти 6 долларов стоил. Но я скоро начну выпекать свой хлеб. Мне папа Дэвида Бога там вот подарил хлебопечку. И я обязательно начну. Не знаю, когда, но начну. Тоже такие купила роллы. Это чабата. Это для бургеров. Мы не используем американских. Эти круглые булочки. Потому что они как вата. А эти все-таки твердые. Как наш хлеб. Такой хороший. С хорошей муки. Органические. Тоже много зерновые. Это чипсы. Для кукурузные. Для гуакамоли. Мы вот такие вот именно кушаем. Так, переходим к молочным. Здесь у нас органический моцарелла сыр. Девочки в школу берут. Потом органические. Вот такой вот смешанный. Называется Колби Джек. Наоми очень любит желтый сыр. Ну, я уже взяла. Ну, и вот это тоже самое. В общем, взяла три пачки для бутербродов. Да. Взяла. Это такой вот как крем-соус. Со сметаной. И с укропом. Очень вкусный. Можно, конечно, самим делать. У меня просто укроп еще не вырос. Поэтому о магазине его редко найти можно. Так что я уже решила купить. Мне очень нравится вот такой вот соус на молодую вареную картошечку. Ну, Олька обожает. Ну, и вообще все мои кушают из Ирландии. Только такое масло мы покупаем. Оно очень вкусное и натуральное. И купила из вот такого вот магазина Панера Бретт. Макароны с сыром. С белым сыром моцарелла. Ну, Ольке в школу. Она возьмет себе вместо бутербродов. Возьмет себе такое. Ну, и пармезан сыр. Пачечку купила. Здесь 226 грамм. Что еще? Еще сливки купила. И органическое безлактозное молоко. У нас никто не страдает от лактозы. Просто решила девочкам взять его. Оно более все-таки натуральное. А вообще я покупаю молоко у Амишей. В магазине у нас в Спраути. Вот кто живет здесь, кому интересно. Я нашла молоко у Амишей. Оно самое натуральное. С пенкой, как в детстве. Они туда ничего не добавляют. И оно очень вкусное. Просто я не была в Спраути. Поэтому уже купила здесь. Но зато органическое. Купила яички. Две пачки 24 штуки. Это от куриц, которые не сидели в клетках. Дальше к мясу переходим. А, покажу еще. Купила штанишки. Это, кстати, вот в Алде мне нравится покупать одежду. Не все, конечно. Но я там покупала у них пижаму и штаны и обувь. И, кстати, очень неплохие. Я купила себе вот такие вот зелененькие. Они будут свободные. Это леггинсы. Смотрятся они под джинсы идут. По-моему, стоили 14 долларов. И купила вот такие вот джинсовые для Нуэльки. Тоже, чтобы свободные были. Дальше мы переходим к мясу. Взяла здесь у нас что? Здесь у нас индейка. Мяска для бутербродов. Взяла салями. Иногда девочки просят, чтобы я ее разрезала или для омлета, или для пиццы. И еще одну индейку. Еще одну пачку взяла. Дальше рыбку себе. Селмон. Это, да, это... Ой, как же он на русском? В общем, красная рыбка взяла себе, потому что никто ее не кушает. В принципе, Наоми еще со мной кушает ее. Но она очень любит копченую на тост с хлебушком. И взяла индюшку. Вот здесь мясо на котлеты, на тефтели. Две пачки мне хватит, думаю, даже больше, чем на неделю. Я одну оставлю, а одну заморожу. Мы обычно так делаем. Здесь у нас куриное филе. Я сделаю отбивные с бананом. Вот органическое 6 долларов. Видите, там их всего лишь пару штучек. То есть на один раз нам хватит. Мясо очень, конечно, дорогое. Здесь у нас свинина. Я очень давно не покупала. Мы обычно кушаем только индейку и курочку. Но я увидела очень классный рецепт шницелей. И мне очень захотелось их сделать. Мы их тоже сделаем. Ну, а здесь у нас десерт. Это классаны, которые девочки просто обожают. Они действительно самые вкусные. Они продаются только в Костка и в Алди. Еще такая пачка продается, по-моему, в Пабликсе. У нас в магазине, но они там очень дорогие. И здесь их 2,4,6,8. 8 штучек, по-моему, 3 доллара. Я купила две такие пачки. Ну, и через день девочки будут в школу брать. Вот такие вот печеньки Бельвита. Я знаю, что они в Европе тоже есть. С ягодами смородины. Ну, Блэб или ежевика это. Можно на завтрак. Можно Дэвиду с собой на работу с кофе брать. Эти крекеры чизиц, которые дети кушают. Мои девочки их не кушают. Только Лекси их ест. Ну, а это я себе купила. Это моя слабость. Этот шоколад. Эти вафельки. Все, что идет с лесным орехом, я просто обожаю. Из лесных, лесной орех это, по-моему, да. Я знаю, что он называется. Хейзлнат. Я очень люблю. Здесь их раз, два, три, четыре, пять. По-моему, стоили 2 доллара. Купила энергетические батончики с этими пуговками шоколадными. Называются натуральные. Вот здесь их, по-моему, шесть. Да. Шесть штучек. Ну, это тоже для школы. Девочки иногда остаются, когда у Лекси дополнительные занятия. Или они вот когда готовились для их шоу по рисованию. Они оставались тоже допоздна. Ну, и чтобы у них просто было с собой, если проголодаются. Потому что столовых никаких в школах, в американских, нет. Ну, в обычных школах, да, паблик скулс, там столовые есть. Но в наших частных школах столовой нет. Есть кафетерик, где ты кушаешь свой ланч. Вот. Поэтому, если даже и остаются дети после обеда, то им нечего будет кушать. Так что я им с собой доводам. Ну, и вот такие вот шоколадные маффины, кексики. И это купил Лекси. Девочки тоже такое не едят. Только Лекси такое ест. И полотенца. Вот у нас пачка. Пачка полотенец. Тоже, по-моему, они 6 долларов стоили 6 штучек. Кстати, это самые, самые недорогие полотенца Валди. По качеству они окей, не очень хорошие. Но чтобы были. Я тоже стараюсь не использовать эти полотенца. Стараюсь использовать тряпочки. Потом просто это стирать, чем переводить бумагу. Я за все, если можно, сберечь нашу планету. И не использовать ресурсы, которые не нужно использовать. Так, ребята, я вам все показала. Это все на эту неделю. Вот такой у нас рацион питания. Еще не знаю, какие рецепты буду готовить. Я завтра сяду утром, когда девочки в школу идут. И буду все это записывать. Распишу себе рацион питания на неделю. Какие блюда буду готовить. Потому что мне так намного легче. У меня меню есть. Все знают, чего ожидать. Ребята, спасибо большое, что смотрели. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вам что-то интересное. Хотите, чтобы я что-то поснимала. Пишите мне в комментариях. И дайте мне знать. Я для вас обязательно сниму. А сейчас я иду готовить ужин. Прощаюсь с вами. До следующего раза. Пока-пока.